МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лето им криво наближается до своего завершения, а это значит, что в худшем часе школьники снова отправятся у цикавая и займальная подорожжа в краину ведов. До 1 вересня старанно рыхтуются и дорослые, и дети. До помощи этой приемной или клопотной справе оказывают местовые улады, громадские объединения и обычные, необыяковые люди. Масштабная доброчинная акция «Сбяром портфель першокласснику» протягивается, и она дурить радость сотням детей и одночасово оказывает значную поддержку у их школьные экипировцы – батькам. Вероника Ворошилина протягнет тему. Яскравое святочное мероприемство в рамках масштабной доброчинной акции «Сбяром портфель першокласснику» разгорнулося у Гомельским областным палацитворчести «Дятей и молоди». Перед початком рачистой церемонии уручения портфеля у детей запросили поудельничать у культурно-забавляльной программе. На свежем поветре юных гостей свята шакали тематичные гульнявые пляцовки, фотозоны, веселые конкурсы и викторыны разом с любимыми казочными персонажами. Доброчинная акция «Сбяром портфель першокласснику» накерована на оказании допомоги семьям, які у Гэты мають потребу створить усе, как дети могли поспехово вучиться. Новенькие, яркие, наполненные самыми необходимыми для школы приналежностями ранцы, подчас урочистости уручили восьми будущим першоклассникам. Гэта дети, які выховываются у опякунских и приемных семьях, а так само в детячих домах семейного типа. Такие пригожие и безумовно потребные подарунки для них подрихтовали областные улады и депутатский корпус региона. Уже традиционно стало в нашей республике Беларусь, конечно, Гомельская область, проводить в рамках благотворительной акции «Собери портфель первокласснику», собирать наших деток, рассказывать им о школе, смотреть их счастливые глаза и радоваться вместе с ними. В этом году на территории Гомельской области таких портфелей будет вручено более 2,5 тысяч. Я думаю, что это и наша посильная с вами помощь деткам, и им дополнительная радость. Для будущих першоклассников их первые школьные портфели – великая и щирая радость, а для батьков, соправды, важкая допомога. Зараз об фарбах, шитках и инших необходимых для выжога приладах им думать уже не треба. У семьи мати-выховальницы Олены Рабской все лето одразу шестеро школьников, один за яких першоклассник Богдан. А тому подарунок пришелся до справы. Дети растут, цены растут, и нам очень сложно это приобретать. Это большая помощь, спасибо области за то, что такой праздник для детей устроили. И помощь в подарках таких рюкзаков – это очень надо, потому что это все-таки дети. Запрошенные на свято хлопчики и девчонки так само убачили познавальный доброжинный спектакль, подрахтованный детяшим театром «Вырастайка» Гомельской областной филармонии. Со сцены артысты нагадали детям об правилах дорожного руху и пожадали, как текавая подорожа Украину ведал, обовязково принесла им шмат открытий, ярких ураженев и добрых сябров. Вероника Ворошилина, Валерия Гопанько, телерадоя компания «Гомель». До акции «Зберем портфель першокласснику» долучилось и управление спорту и туризму Гомельского облывы «Канкама». В лядовом палаце сегодня свои первые портфели отрымали 13 хлопчиков и девчонок. Будучи школьники – дети супрацовников спортивных установ в области и спортсменов. Все лето среди гомельских першоклассников – Ян, сын дефлимпийской чемпионки Оксаны Петрушенко. А кроме портфелев и письмовых приладов, дети отрымали спортивный инвентар и специальные олимпийские дзенники. Я хочу пописать, почитать, подружиться с другом или с подружкой. Уся гомельские школьные столовые готовы до работы в новом навучальном годе. Уже в ближайшей четверти сюда начнут завозить продукты харчевания, а ранец и понеделок будут приготовлены первые стравы. Наши корреспонденты наведали шерох городских школ. Гимназия номер 51 города Гомеля. У столовой завершаются опошенные приготовления до начала нового навучального года. Правда, сегодня они обмеживаются упрогоживанием зала. Уси основные запланованные работы у гимназии выконали на протягу лета. За 45 тысяч позабюджетных рублей тут заробили капитальный ремонт, который у местовой столовой не проводился с 90-х годов. У навучальных установок Гомеля и ранее значную увагу надавали безпецы школьников. Утым лику захованию здоровья прозорганизацию якосного харчевания. А летяпер, гэтый процесс вышел на новый узровень. У городским комбинации школьного харчевания навад переглядзели рецепторы шерох устрау. Нужно давать больше овощей и фруктов. С чем-то связано. Ребенок он растет. И для того, чтобы он вырос здоровым, сильным, умным, ему необходимы витамины, микроэлементы. Ему необходимы те незаменимые аминокислоты, которые мы можем зачастую взять только из растительного мира. Приоритет при распроцовсе школьного меню – белорусским продуктам харчевания. В осенью, например, навучанцам пропонуют яблыки и салаты с капустой. При этом у Гомельскому комбинации школьного харчевания идею об централизованном приготовлении страв с наступной доставкой по навучальных установах не поддерживают. Лепш, кажусь, усе робить на месте. Большаякосна и смачна. А при жатого у якости объекта у додаткового харчевания у школах предуглежены буфеты. Хоть и тут есть свои потребования. Некорисные для здоровья продукты тут не реализуют. В буфете представлен большой ассортимент продукции полезной. Это мармелад, это пастила, зефир, шоколад, всевозможные вафли, а также соки, водичка. У нас в буфете большой ассортимент также молочной кислой продукции. Каждый ребенок, приходя в буфет, может выбрать что-то себе дополнительное для питания. Но он же целый день все-таки находится в школе. Сегодня усе гомельские школьные столовые готовы до работы в новом научальном годе. У ближайший шатвер сюда пошли завозить продукты харчевания. Ранится ее в понеделок, доставит свежий хлеб и уже до 9 годин будут приготовлены першие стравы. Организация школьного харчевания – вельми процаемкий и отказный процесс. С 1 сентября мы примем 50 тысяч детей и мы должны быть к этому готовы. Это действительно огромный объем работы. Сегодня и технологические карты пересмотрены, и рецептуры. Сегодня изменен подход и в накрытии, и в подаче блюд. Сегодня улучшена культура производства. Приобретено современное технологическое оборудование. Это, конечно, нам очень большая помощь. Это, конечно, большая поддержка в технологии приготовления. Олег Синцеров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гумель». На жаль, по стану здоровья школьники все больше часто трапляются у группы «Рызыки». Причем часто в этом оказываются виноваты сами батьки, которые не поддерживаются даже элементарных парад медиков. Что хвалюет работников системы охоты здоровья, доведался Олег Синцеров. Сегодня у Гумеля проживает около 100 тысяч детей. Проблемы со здоровьем, у некоторых начинаются сразу после народжения, а для этого больше выключения. Разом с ним до 18-ти годов абсолютно здоровыми. Застаются добрые, коли 10% подлетков. Девятий годовый Микита, неогтедичный взрослый, со своей будущей профессией уже вызначился. У дорослого жития он будет створать компьютерные гульни. Правда, при такой работе шмат часу придется проводить за компьютером, а у хлопчика уже заразу есть проблемы со зроком. Дезорукость сегодня в уголе называют эпидемией 21-го стагодия. Захворовывание органов зроку мают коля 10% выхованцев детячих садов и до 60% выпускников школ. Правда, непосредственно научные установки медики обвинувачивать не спешаются. Коли практично с народжения, батьки демонструють детям мультфильмы на смартфонах, а школьники за компьютером проводят больше часу, чем на улице, заховать добрый зрок. Вельми складано. Не школа сильно портит зрение, а длительная работа на близком расстоянии. Это неправильная осанка, длительное напряжение при работе вблизи, при чтении, письме, рисовании, лепке, при рассмотрении близких предметов, при игре на компьютере, либо на гаджетах, на планшете, на телефоне. К сожалению, если детям покупают телефон, смартфон, то, как правило, через год-два у детей снижается острота зрения. Гастрит, сколиоз, дезорукость, асигматизм, самые распоседженные захворывания у школьников не изменяются уже в шмат годов. Разумцем медики переконаны, колец моленства, навучать дзя правилам особистой гигиены, рациональному харчеванию и корректовать режим дня с великим нагрузки у школе, но их проблем можно позбегнуть. Иншая справа, что для выконания этих парад необходимый час и жадание. Режим дня, он обязан и должен быть соблюден. То есть ребенок четко должен понимать о том, что есть время для игр, есть время для занятий, есть время для сна. И если родители допускают, попустительствуют в отношении режима дня, то, естественно, нервная система ребенка от этого страдает. Она не делается крепче. Олег Синтеров, Евгений Макеенко, телерадокомпания «Гомель». Про то, как заховать детящее здоровье, завтра поди размобу в программе «Диалог». Гостей студии станет загадчик филиала номер 6 Гомельской центральной городской детячей поликлиники Инна Чарнышевич. Глядите диалогу про мамыфиры на телеканале «Беларусь-4» у 19.01.20 хвилин. Номер телефона у студии – 342043. Номер вайбера – 340-043-3. Официйная делегация китайского города Чэнду наведала Гомель. Выником сустреча с керавництвом города стало подписание трех документов. Гомель зараз активно наладживая деловые совязи с городами Китая. О приватности с Чэнду. Летость был подписанным меморандумом об супрацовництве, а сёння – погаднение об установлении пабратимских совязев. И оно повинно полевшить сноси на упершую чергу галине экономики. Новоковое и адукационное супрацовництва пытанев не выкликая. А вось товарооборот, на думку старшини Харвы Конкама Петра Кириченке, находится не на самом высокем узровне. Подстава для поляпшения ситуации – шмат. Китайские партнеры затекавлены у импорта молочных и кондитерских выработок. Благодаря проведению инициативы «Один боязь и один будь», сейчас из города Чэнду отправляется железнодорожный боезд через Белоруссии, Казахстан и Россию, и через Минск. И поэтому этот железнодорожный коридор мы хотели бы превратить не просто транспортный коридор, мы хотели бы превратить этот транспортный коридор и экономический коридор. Новая макшимость изъявится и для больш тесного супрациониста у социальной сферы. Меморандумы об стратегичном партнерстве подписаны по Межгомельским областным шпиталям «Инвалиду Айчинной войны» и «Чэндузской инвестиционной корпорации по здоровью и лечению». Так само свои подписы в документе об установлении Международного сябровского супрациониста поставили директоры гимназии номер 71 города Гомеля и школы китайского региона Ухоум. А напереды дни у 71-й гимназии открыли кабинет, присвеченный китайской культуры. На протягу года тут налаживали партнерские относины с высшейшей средней школой Ухоум. Проводили видеоконференции. Все лето педагоги обе двух школ организовали конкурс малюнков, присвеченных малой родиме, кап потом обменяться работами. Зараз малюнки китайских школьников упрыгоживают стены первого в области школьного кабинета, просвеченного китайской культуры. В оформлении покоя так само выкрыстовывали выказывания знаковых для краин девча у Конфуция и Франциска Скарыны. Нам очень интересны они. Это древнейшая цивилизация, это интереснейшая культура, это интереснейшие традиции. Им интересны мы. Тоже не менее интересные традиции, культура, интересная нация, молодая по сравнению с китайской нацией. Наши ребята хотят общаться, мы желаем тоже общаться. Два года назад мы уже совершали визит в школы Санкт-Петербурга и Волгограда, но в этот раз мы выбрали белорусскую гимназию. И у нас есть одна совместная цель – укрепить дружбу между Китаем и Республикой Беларусь. Увынеку заключенного погоднения администрации Гомельской и Китайской школ планует проводить суместные науковые и творческие конкурсы «Знаемы детей с культурами краин» организовывать поездки по обмену. А кроме того, с этого научного года в гимназии номер 71 начнется факультата по выучению китайской мовы. Сегодня у Гомеля распочался республиканский огляд-конкурс профессийного майстерства супрацовников правооховных органов. У них принимают судьи дел представители конвойных подразделений, специальных установ и криминальных выканавших инспекций. Переможцы областных отборочных туров позмагаются со своими коллегами из разных регионов Беларуси, в выполнении контрольных нормативов, володания приемами одиноборства, медицинской и огневой подрыхтовцы. В першине у серот конкурсных выпробований у селета з'явились ораторские майстерства и ведение профессийного этакета. Кировничество ведомства подкресливает, милиционер – это дипломат, который должен быть интеллигентным и культурным. Уметь и общаться, и красиво сказать, и любые конфликтные ситуации заглаживать. Практически каждый день они выходят на боевое дежурство. Это работа с живыми людьми перед лицом конкретные правонарушители. В большей степени это преступники, которые задержаны за те или иные правонарушения преступления. Поэтому первое требование к сотрудникам – это высокая подготовка, физическая, специальная подготовка и очень серьезная моральная устойчивость. Сяруда май 40 у дельников конкурсу есть и жанчины. Яны складают каля 15% супрационников конвойных подразделений, проводят надгляды и працуют с органами дознания и следства. Дед Мороз летом. Байкеры мото-клуба «Жалезные браты» в пятый раз провели доброчинную акцию в поддержку регионального хосписа и детей, которые имеют проблемы со здоровьем. Головные новогодние персонажи, навык у незвыклую для себя пару, спешаются на встречу с хлопчиками и девочинками, чтобы подарить им казочный настрой. Акция началась с фотопалевания на Деда Морозов и Снегурок, которые перемещались по Гомеле на мотоциклах. А у травлевших вздымков, размещенных у социальной сети, чекают призы. Наступные дни байкеры и волонтеры присвятили с встречами с выхованцами Журавицкого дома-интерната для детей-инвалидов и региональных хосписов. А кроме забавляльной программы, катания на мотоциклах и подарунков, для малых подрихтовали еще несколько сюрпризов. Мы делаем две новинки в этом году. В качестве подарка к юбилейной программе мы взяли за основу шикарный детский мультик, по сценарию которого сделана программа, и взяли из него песню. Переделали на такой шутливый байкерский манер, и гомельская группа передела эту песню. Сейчас она записывается на студии, и мы будем снимать клип в память об этой пятилетней программе. На этом тедни байкеры и волонтеры с концертно-гульнявой программой наведуют гомельский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизичного развития. Это и так само и другие новины, вы можете найти на нашем сайте в интернете. По адресу www.tvergomil.by. Далее у эфиры «Де-факто» и «Спортивные огляды» я с вами разведываюся. Усего доброго и до новых встреч в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Расследование ДТП обернулось для одной из служб такси в Гомеле лишением лицензии. Инцидент, напомню, произошел еще в октябре прошлого года на улице Мазурова областного центра. Таксист, управляя Рено Логан, после проезда закругления дороги наехал на бордюр, после чего выскочил на обочину и врезался в столб. От удара ранения получили три молодых человека и одна женщина. Как выяснило следствие, ранее за распространение психотропов водитель привлекался к уголовной ответственности, а к административной за нарушение ПДД более 40 раз. Кроме того, мужчина находился за рулем в утомленном состоянии. Две смены подряд работал с минимальным отдыхом. Кроме того, транспортное средство имело технические неисправности. В отношении виновника аварии постановлен обвинительный приговор. Проверка показала, что подобные нарушения режима труда и отдыха в этой организации были не исключением. По этой причине Минтранс лишил перевозчика лицензии. В продолжении темы дорог 29 августа вступают в силу новые дополнения в административный кодекс. Изменения коснутся поведения мотоциклистов на белорусских дорогах. У байкеров, которые развлекаются ездой на одном колесе или не держатся за руль во время движения, начнут забирать водительские удостоверения. Также за данные нарушения мотоциклистов будут наказывать рублем. Штраф от 5 до 10 базовых величин. А это ни много ни мало от 12,5 до 245 рублей. Напомним, еще вчера мы рассказывали о смертельной аварии на перекрестке проспекта Ленина и улицы Интернациональной в Гомеле. Мотоциклы и автомобили столкнулись там лоб в лоб. Байкер погиб на месте. С маим месяца сотрудниками госавтоинспекции на территории Гомельской области к административной ответственности было привлечено свыше 2700 водителей мототранспорта. Из них 134 оказались в состоянии опьянения, а также 514 водителей были без права управления на данное транспортное средство. Трагически окончилась рыбалка для 42-летнего жителя Речицы. Мужчина вышел с удочками на Днепр в черте города. По словам очевидцев, в какой-то момент, находившиеся неподалеку, любители рыбной ловли заметили отсутствие мужчины. Они и сообщили о произошедшем в спасательную станцию. Спустя какое-то время водолазы подняли из воды тело утонувшего. Точную причину гибели рыбака сейчас устанавливают эксперты. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь на Беларусь-4. Беларусь-4 Сашлись Локомотив и Славия. Мазыряне идут в лидирующей тройке. И чтобы не отставать от соперников, необходимо брать очки в каждом поединке. Однако, как и положено, дерби получилось крайне напряженным. Локомотив также был не прочь по исходу матча одержать победу. Местами команда здорово атаковала и имела неплохие шансы для взятия ворот. Самый очевидный появился под занавес первого тайма. Максим Санец получил возможность отличиться с пенальти. И игрок не воспользовался, пробив с 11-метрового выше перекладины. Голов зрители не увидели и во втором тайме. В матче зафиксирована нулевая ничья. Женская команда гонбольного клуба «Гомель» завершает подготовку к новому сезону. Накануне подопечные Томожа Чаттера вернулись с предсезонного турне. Спарринги проходили в Чехии и Польше. Последняя игра против Люблина. В ней гомельчанки уступили со счетом 28-32. Вот как прокомментировал этот результат главком команды. На последнем спарринге уже было видно, что потеряли концентрацию, чувствовалась усталость. Но на площадке держались хорошо. Могли бы выиграть. Повели мяч, а потом сделали незначительные ошибки и уступили. Если говорить о подготовке к началу чемпионата, то время у нас есть. Напомним, сезон стартует уже в эти выходные. 1 сентября состоится игра на выезде против «РГОР Бенту-2». В Гомеле завершились Олимпийские дни молодежи по троеборью среди юношей и девушек 2001-2002 года рождения, а также открытые республиканские соревнования по троеборью. Программа включала три вида – манежную езду, конкур и кросс. В Олимпийских днях молодежи принимали участие сборная команд Минской, Могилевской и Гоменской областей. Наш регион представили воспитанники Центра Олимпийского резерва по прикладным видам спорта – Анастасия Древила, Татьяна Радевич и Алексей Лукьянов. В результате они стали лучшими в командном первенстве. По итогам открытых республиканских соревнований в категории «Легкий класс» Александр Фоминов занял первое место на лошади «Стронг Спирит» и второе на лошади «Мазари Шариф». В Минске стартовала республиканская спартакиада среди детско-юношеских спортивных школ по теннису. В соревнованиях принимают участие юные спортсмены. У девушек в возрасте до 13, у юношей до 15 лет. Коменскую область представляют 30 человек. Продлятся игры до воскресенья. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Павел Михно. Оставайтесь на «Беларусь-4». С новостями спорта вас называется «Беларусь-4». Подобully жены все. По две лошади «Беларусь-4». Субтитры создавал DimaTorzok